Я Валерий Розаненко и сегодня мы поговорим с вами о Лиге Чемпионов. Итак, завершились группы и посмотрим самые интересные моменты групп. Переходим в группу А, там где играет факел Газпрома. Мы видим, факел Газпрома одержал три победы, вышел с первого места, как мы и думали. Есть явный аутсайдер команды из Испании. Нас интересует только одна игра в этой группе, где встречались поляки с немцами. Вот эта игра. Итак, вот как раз эта встреча. Мы видим, что за поляков играет Серучик, Бадовский. Бадовский как раз обыграл Владимира Самсонова. Можно посмотреть эту встречу. Итак, и на третьей ракетке молодой спортсмен Радзимский. Радзимский выступил Левенцову Леша. Ключевой момент встречи это при 2-2. Бадовский играет с Абисоном. Мы видим, что Бадовский выигрывает 1-1, set 11-2. Проигрывает 2-ой 13-11. Потом выигрывает 13-11. В третьей партии. Потом проигрывает 11-7. И мы переходим сразу в заключительную пятую партию. Вот И что здесь стоит отметить Стоит отметить, что игра была ровная Очень хорошо ребята В общем и играют Но ключевой момент здесь В этой игре то, что слева Бадовский играет надежно А Абисон слева стреляет И вот два его сильнейших Топ спинных за стол Две ошибки в решающем сете Повлияли на исход встреч Вот мы раз видим, он ошибся слева И будет еще один момент, где он Также слева Ошибется То есть вот Видим, что он выигрывает, 3-3 становится счет Но видим, как Бадовский играет надежно А Абисон сейчас еще один раз Слева стреляет Вот еще один Кстати говоря, даже не тот момент То есть мы видим, он два раза Обостряет слева, ошибается И будет сейчас еще один раз Когда он тоже слева ошибается Но вот я хочу об этом поговорить И сказать, что Даже на таком уровне Серьезнейшем уровне Лиги Чемпионов Это является ключевым моментом То есть если ты играешь слева надежно То ты вот сейчас Как бы Я не говорю пассивно играть Да, я имею ввиду Такие плотные топ спины Имеют большее преимущество Чем если ты стреляешь Стреляешь Это попал или не попал Но в нужный момент попасть невозможно Вот мы видим решающий очко Как раз проигрывает таким ударом Абисон И поляк выигрывает встречу Видим сейчас еще что Видимо появляются русские Компании Боско Игорь Левитин Сейчас возглавляет Европейский комитет И вообще считаю Что нужно повышать Значимость данного турнира Потому что многие Команды Которые Есть сильные команды В Европе Французский клуб Скажем Кирилл Скачкова Они не заинтересованы В участии Лиги Чемпионов Потому что нужно платить взнос А призовых нет И Если вот эта популярность Повысится Лига Чемпионов Будет очень интересно смотреть Конечно Когда будут сильнейшие составы Сильнейшие клубы участвовать Вот Но сейчас Я поэтому считаю Что данный турнир Начинается даже Не с четвертьфиналов А с полуфиналов Потому что Четвертьфиналов Там также есть Результаты Как мне кажется Уже Можно считать Уже известные исходы Да Потому что Встречается более сильная команда С более слабой командой По уровню И Полуфиналов Будет уже очень интересно Ну а на стадии Групп не так много игр Где Можно посмотреть Хорошие игры Они есть Но не каждая игра И очень интересная В группе Б Первое место Занимает команда УГМК Второе место Занимает Португальская команда А чешская команда Занимает третье место Здесь все понятно Здесь не было Интересных встреч Наша команда Представлена Одними легионерами Очень сильными легионерами И без проблем Выигрывает Свою группу Португальцы Занимают второе место А чехи Ну скажем Там Значился такой Ветеран Как Петер Корбель Но он не выступал Ни в одной встрече Не знаю Был он вообще На играх Не был Надо смотреть встречи Я не смотрел встречи Чехов Ни с кем В группе С Первое место Занимает команда Сарь Брюкен И датчане Занимают второе место Представлено Датский клуб Одними ветеранами Это Майкл Мэйс Это Аллен Бенсон И Лунквист Да Вот И Французы не выходят Хотя французы Имеют Плотный состав Сильный состав Ровный состав Вот Что касается Команды Из Австрии То она Представлена Детьми Не очень сильными Детьми Которые просто Приехали Их наигрывают Вот И мы переходим Сразу к встрече Это первая встреча И она была Ключевой В этой группе Встречался Датский клуб С французским клубом Итак В первой игре Лунквист Выигрывает У Баума Патрик Баум Это В прошлом Игрок Основной команды Сборной Германии Сейчас Понятно Нет Другие Другие ребята Вышли на первые роли Вот Флор 300 флор Обыгрывает Майкла Мейзу Другую легенду Датского Настольного Тенниса У него есть И бронза Олимпиады В паре Чемпион Европы На чемпионате мира Играл здорово Подал восьмерку Точно Если у него Медаль чемпионата мира Может быть он даже был В четверке Да То есть надо Посмотреть Но Точно есть бронза Олимпийских игр Потом Другой ветеран Аллен Бенсон И вот эта игра Была ключевой Вот Можно сказать Потому что Канта Рубино Проигрывает Аллену Бенсону Аллену Бенсон 52 года Ну и Можно посмотреть Основные моменты Этой встречи Как такое Получилось Вот И потом Рассмотрим еще одну игру Флор обыгрывает Лунквиста И посмотрим еще одну игру Майкл Мейз Обыгрывает Патрика Баума Итак Вот эти две игры Нас интересуют В этой В этой В этой встрече Переходим К встрече Бенсон Рубино Итак Аллен Бенсон В красной футболке Канта Рубино В синей футболке И вот Если брать Эту встречу То стоит отменить Что Канта Рубино Он вообще играет Вторым номером Всегда То есть подальше от стола Он не играет Близко к столу И Когда он играл Старым мячом То это было Неплохо для него Он играл вторым номером Многих ребят Обыгрывал Сильных ребят И они Вот С Гози С Гози Были Одного уровня Они по юниорским турнирам В чемпионате Европы Занимали Первое-второе место Если От третьих Шел Другой Одноклубник Сейчас Рубино Тристан Флор Он был третий А Гози С Рубино Играли в финале И мы не знаем Что Гози Он сейчас Попал в десятку мира То есть Смог Смог Вырваться То есть Нельзя сказать Что у них Есть ходы на вылет И вот Скажем В этой встрече Как раз Для Рубино Это послужило Плохой служба Что он Играет Далеко от стола Или в средней зоне Аллен Бессон Ветеран 52 года И ему этого хватило Чтобы Допустим В борьбе Но обыграть Рубино Если бы Рубино играл Ближе к столу То было бы Больше проблем И вот Мы сейчас посмотрим Какие вот Ключевые моменты Можно отметить За счет каких очков Бессон и выигрывал Вот как раз Посмотрите Вот такой вот Удар из живота Выгодно Бирает очко Аллен Бессон То есть Можно сказать Что У таких ударов Было несколько Матч И они Скажем Вот в нужный момент Вообще Назломили Рубино Потому что Вот такой вот удар Нанес Аллен Бессон Выграв первый сет И ведя 3-1 Во втором сете Потом Значит Рубино берет Тайм-аут И После тайм-аута Бессон Разыгрывает Еще сумасшедший Розыгрыш Сейчас мы посмотрим Как раз Его Вот Вроде бы У Рубино Инициатива Но Аллен перекручивается Слева Из дальней зоны Красиво И выигрывает Решающий очко В этом сете Потому что После этого Уже Рубино Проигрывает Второй сет Проигрывает 2-0 Потом Рубино Стал играть Близко к столу И Как раз Здесь Бессон Подсел И Рубино Вел В принципе Игру Выигрывает 2 сета Сейчас Становится 2-2 Но Решающий очко В этой встрече При 2-2 Итак Матчбол У Бенсона Он принимает Такой Подставкой С нижним Вращением И вот Забивает Решающий очко И Команда Повела 2-1 Команда Датчан Датска Команда Вот Сюрприз Да Сюрприз Однозначно Потому что Никто не думал Что Рубино Проиграет Вот Ну Я опять Отмечу Что стиль Рубино Отдает Инициативу А Бенсон Он играет Таким На расслабоне То есть Вот он Допустим Не может Делать 3-4 Хода Быстрых Но Один Хороший Ход Он Может Сделать Он И И Делает И Вот Мы Видели Там Из Живота Удар Потом Начал Су Меча Ну И Вот Выигрывает 3-2 В борьбе 2-0 Оторвался Потом Рубино Сыграл Надежно Ближе к столу Забирал 20 сета И потом Вот таких Вот Несколько Мечей И Тем более Игра идет До 6 очков Это всегда Неожиданно Проще Выиграть Чуть слабее Выиграть Того Кто Посильнее Да Вот И После Этого После Этого Тристан Флор Обыгрывает Значит Убирает Еще Одну Очку Еще Становится 2-2 Ну а здесь Ключевой Момент Конечно Майкл Мейс Проигрывал 2-0 8-5 Да А мы знаем Как Мейс Любит Отыгрываться Умеет Отыгрываться И Не смог Дожать Не смог Дожать Баум Просто Ну Невынуждены Ошибки И так далее Ну Перестал Играть Активно Просто Те Две Подачи В конце Который Подал И они Были Не быстрые И не длинные И Мейс Так Набирает Двумя Топсами Два Важных Очка И Выигрывает Третью Партию Да Вот То есть Получается Что Баум Просто Не дожал То есть Он Ввел Всю Игру То есть Он Играл Да Он Не такой Быстрый Как раньше Не такой Мощный Ну Хорош В уровне Очень умно Играет И так далее Но Даже Таком Уровне Ведя 2085 Не смог Дожать И Мейс Выигрывает Третью Партию И Могу Сказать Что Тут Надломился Баум Потому Что Если Он Дожал Это Все И отправил Свою команду Однозначно Уже В четверг Финал Вышли бы Они из группы А так Так 2-2-3-1 Был счет И По-моему На 3 очка И проиграл То есть Вот так Вот Мейс Подал Усиление И 3-1 Опять Непонятно Что Плохая подача Не очень Острая Потом Вроде бы Короткая игра Но Ничего Не обостряет Баум То есть Мейс Бегает Усиляет Там Очень Хорошо Двигается А Баум Играет На стол Но Немножко Ошибается То есть Конечно Стоило бы Баум При таком Счете При 85 Тут 3-1 Играть Остро Как Ролл Мейс А так Уже Вот Не понимаешь Что Произошло И Выигрывает Встречу Мейс И Общекомандный счет Становится 3-2 В пользу Датского клуба Ну и После того Как Рубино Проиграл То На 3-й Номере Уже Стал играть Не он А Адриан Матене Матене Тоже Все знают Знают Как правило Кто Интересуется Солнцем Очень известный Спортсмен В прошлом Тоже Со старым Мячом Это Вот эти Стиль Паука Издалек Кидал Менял Зоны Здорово Слева Перекручивал Вот И Мы можем Видеть Что Флор Дает 2 очка И Баум Дает Минус 2 Но Баум По делу Програл И Йогичу И Франциске То есть Он пытался Играть Умно Как-то Там Да Но Просто Ребята Мой Мощнее И Стабильнее И как Баум Не пытался Играть Как-то Умно Ничего Там Такого Не смог Придумать Вот Просто Больше Задавили Ну И Ключевой Момент Был Это Матене Играл Шанкан Вот Давайте Эту Встречу И Посмотрим Итак 1 1 9 7 Ведет Сараблюкин Это Синяя Футболка Шанкан Сейчас Становится 9 9 И Вот Посмотрите То есть Столько Сил потратил Матене Чтобы Сравнять Счет То есть 1 1 Командный Счет 1 1 Во Встреч 9 9 В третьем Сете И Посмотрите Как играет Матене То есть Он берет Отходит От стола Дает Инициативу Не было Этого То есть Да Он любит Это делать Но Всю встречу Такого Не было Чтобы он Отходил Он играл Близко Столу И Тут Он Дрогнул Что Ли Опять От стола Отошел То есть Он Проиграл Сет Буквально За 2 Секунды То есть Если До Этого Он Играл У Стола Да И там Было 50 50 То Потом Зачем Стал Отдавать Инициативу И Проиграл Ключевой Третий Сет Ну а Что Потом Еще Произошло Еще Один Момент Обращу На это Внимание То есть Вот этот Момент Очень Важен Что Доведя До счета 9-9 Нужно Не пытаться Упрощать Игру То есть Отход От стола Это Упрощение Игры Такого Делать Нельзя Шанка Шанка Ну стоит Отдать Должно Он Играл Как Биоробот То есть Он Делал Дело Свою И Он Был Нацелен Если Надо Баланс Играть Он Быграл Баланс Сколько Надо Столько Играл А МТН Не Был Готов К Борьбе И Вот Почему Я Так Еще Уверен В Сейчас Будет Еще Один Эпизод Вот Посмотрите Счет 7-4 Ну Не Критично Вешает Соплю Шанка И МТН Играет Ребром Ребром Ракетки Он Не Играет Накладка Бывает Когда Как Делать Бывает Когда На Трировке Балуешься Подобный Мяч Ты Начинаешь Ребром Играть И Здесь По Наитию Произошло То есть Счет 7-4 И В принципе Выигрывает Очко Мяч Был Простой Выигрывает Очко Еще 7-5 И Дальше Можно Бороться Не 7-4 Правильно И Вот Повторите Раз Скидывает Мяч Задевает Трос И Зачем То Ребром Ракетки Пытается Отбивать Матане То есть Пытался Он Накладка Сыграть Случайно Ребром Попал Мяч Но Не Уверен Мяч Не Очень Быстро Летит Я Считаю Что Он Специально Пытался Сделать А бывает Потому Что На тренировке Балдуш Часто Пытаешься Делать Такие Вещи Потом Это Проявляется Бывает Выгрина Счет Поэтому Лишний Раз Лучше На тренировке Не допускать Таких Моментов Играть Строго Если Мяч Удобно Лучше Скинуть На вылет Чем Пытаться Играть Вот Таким Вот Образом Вот И После Этого Уже Шанкан Уже Довел Матч В свою Пользу Вот Получается Что Матене В принципе Играл Неплохо При 9-9 Надо было Остаться Устала Сыграть Строго И Вот Здесь Конечно Еще Был шанс Зацепиться Но После Этого Уже Все Уже Посыпался И Мы Видим После Этого Не набрал Одно Такое Скажем Шанкан Не доигрывал Ну Как бы Трудно Когда сдался Соперник Выиграть Решающее очко Мы Видим Но В итоге Он выигрывает И После Этого Сарбрюкет Выигрывает Встречу Свою Причем Ну Вот Выиграли Эту Эту Игру Если Он Выиграл Эту Игру То Они Б Победили Сарбрюкин И Датский Клуб Дальше Не вышел Потому Что Датчане Проиграли 0-3 Выиграли 3-2 И По Такому Соотношению Не очень Хороший У Датчан Если Был Треугольник По Всех Команд По Одной Победе То Это Было Ключевой Роли Кому Проиграл С кем Счет Поскольку Этого Не случилось Датский Клуб Идет Дальше А Французы Вот Стоит отметить Что Не поставили Робино Потому Что Он Прыграл Бенсон Но В принципе Матен Вообще Не готов К борьбе То есть Он Избегает Ее Поэтому Можно Было Я думаю Ставить Робино И По этой Игре Может Был Смог Зацепиться Потому Что Матен Еще В этой Игре Несколько Раз Слева Играл Очень Очень Мощно И Попадал По Ширине Мимо То есть В центре Был бы Там Тоже Был бы Скажем Очком Заработал А так Бил Куда-то В аут По ширине И Ну то есть Неоправданно Если Шанкан Играл уверенно Такой Надежно То тут Постоянный Риск был То есть Избегал Вот такой Борьбы Скажем Группа Д Диссельдорф Фаворит Вместе С Тима Болом Два Шведа И Рикардо Вольтерта Что Стоит Здесь отметить В первую очередь Что есть Явно Аутсайдер Голландский клуб Голландский клуб Кентринку Там играет Ветеран 49 лет Остальных Ребят Я-то знаю Да Там Янни Квостес И Николь Дарьян Николь Но Как бы Явно Слабее всех Не смогли даже Не выиграть Ни у кого Ни одного В командном матче Одного матча Не смогли выиграть Вот Что касается Французов Давайте смотреть Получается Что Ключевая игра Была Между Энни Боном Энни Боном И Польским клубом Так 3-2 Выиграли У нас Энни Бон Да Давайте посмотрим Ньютинг Дает Два очка Выигрывает Вот Встречу 3-0 И Угачи На 3-1 Да Потом Асар Амар Выигрывает 3-0 Получается Китайский Ливионер Дает Минус 2 очка Да Ну Получается Что решающая Встреча Здесь была Гачина С Нутиком Давайте И посмотрим Здесь Был баланс В третьем Партии Не могу Сказать Что Гачина Значит Как-то Сыграл Плохо У него Было Несколько Раз Больше Но То Нутику Везло То Просто Где-то Не очень Остро Гачин То есть У него Было Несколько Раз Больше Но Не смог Он Дожать В этой Партии А Потом Четвертая У него Не получилось И Гачина Проигрывает Вот Какой-то Есть Разбор Можно Сделать Можно Отметить Что Нутик Играет Остро Справа Если Гачина Справа Слева Хорошо То Нутик Он играет Посильнее Справа Скажем Поопасней По Размашистей Вот это Наверное Сыграло Основную роль В этом Что Гачин Надежно Катает А тут Справа Обостряет Мы видели Аббессон Пытался Слева Обострять Это Была Невынужденная Ошибка А тут Нутик Обостряет Справа Понятно Что Справа Это Всегда Надежнее Чем Слева Такая Хорошая Техника Размашистая Здорово Зоны Меняет И Устала И Издали В общем Попал Гачина Под танк Можно Сказать Да И Уступил В этой Встрече В принципе Не все Могло сложиться Плохо У поляков Потому что Выиграв Они Если бы они Выиграли бы У Дюссельдорфа То По соотношению Побед Они програли 3-2 Выиграли 3-2 То есть У них Ноль И по этой Соотношении Они прошли бы Дальше Но поскольку Все-таки В решающем Матче Тем более Дюссельдорф Играл Бейсбола И В решающем Матче Диас Проигрывает Красивые Матчи Рикардо Вольтеру Вот такая Встреча И Тут Можно Что-то Сказать Что Гачино Выигрывает У Вольтера Потом Калберг Выигрывает У Диаса Потом Китайцы Выигрывают У Карлсона Калберг У Гачино Да 2-2 И тут Диаса Проигрывает В борьбе Можно Посмотреть Из моментов Из той встречи Самое Красивое Очко Наверное Всего Чемпионата В групповой Стадии Так точно Вот Это было Разыграно Вот Здесь Потом Рикардо Волтер Мне кажется Подыграл Немножко Диасу Посмотрите Да То есть Он Не ожидал Что сможет Из-за спины Так отбить Диас Но После этого Смотрите Смягчил И Набирает Очко Диас Это Начало Четвертой Партии Первый Сет Остался За Рикардо И вот Диас Выигрывает Вторую Сет Вот Таким Вот Выходит В отрыв Таким Вот Ударом Да Мы Видим Пятый Сет И Как Мне Кажется Что Диас Не хватило Мощи Там Будет Розыгрыш Розыгрыш Тоже Красивый Когда Вольтер Будет Издали Доставать Мечи Да Но Вот Мы Видим 2-0 Павел Диас 2-0 Павел Потом Вот Тут Сыграл Красиво Вольтер Да По Прямой Меч Попадает В край Стола 2-2-2-2 Да Все Двойки Командный счет Пятая Партия Счет 2-2 3-2 Да Сейчас Слева Ошибается Диас Потом Короткие Короткие Игры Ошибается Все Понемножку То есть Не хватило Концентрации Может Подсел Видим Видим Справа Не Прожал Мяч 5-2 Счет И Вот Это Розыгрыш Да Смотрите Пам Достает Через Бортики С боковым вращением Кидает Бьет Центр Тут Нормально Просто Плохо Ударил Диас Не то что Вот там Вольтер Достал Сложный Мяч А из центра Уже доставал Там Уже Ни вков Там И стоял Чтобы И уже Было Несложно Здесь Слева Перекрутить Тоже Было Несложно Здесь Уже От Безысходности Диас Ошибается Конечно Сильно Расстраивается Потому что Если бы Выиграл Эту Встречу Дальше Шли бы Поляки И Диссельдорф Конечно Нас Ждут Четвертьфинал У ГМК Встречается С Поляками С Багорией У ГМК Фавориты И я думаю Что они Выиграют Встречу Газпром Повезло Можно сказать Там Команда Ветеранов Из Дании Да Я думаю Что Газпром Тем более В последней Встрече Уже Играл Дима Авчаров Поэтому Я думаю Тут все Без проблем И Если И Газпром И У ГМК Выиграют Они встречаются Между собой В полуфинале Так специально Сделали Чтобы Не было Чисто Русского Финала Либо Чисто Немецкого Финала А что Касается Дюшледорфа Там Португальский Клуб Не очень Стильный Там Тоже Все Понятно И Единственная Встреча С Там Всякое Может Случиться Всякое Может Продойти Единственная Интересная Встреча Четверфинал Продолжение следует